МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Яркие выходные. Подписано соглашение о развитии железнодорожных турпоездок. Геометрия дизайна. В Козловке оформят парк Лобачевского. Теплые воспоминания. В Чебоксарах открылась выставка резных работ по дереву. Завершение посевной и пожарная безопасность. Основные темы еженедельного совещания в Доме правительства. На 17 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Республике засеяно 170 тысяч гектаров. Это почти 85% плана. Полностью завершили весенний сев аграрии Вурнарского, Шамуршинского и Яльчикского районов. Большую часть запланированных площадей засеяли в Батыревском и Красноармейском. Темп сева за прошедшие сутки составил 13 тысяч гектар. Такой темп позволит завершить массовый сев в Республике за 3-4 дня. Понятно, в конце темп будет снижаться, когда крупные сельскохозяйства завершат посев. Но на этой неделе задача сев завершить. Отдельно остановились на теме пожаров. Только с 10 по 16 мая в Республике зарегистрировано 59 возгораний. В результате погибли два человека. Пожароопасная ситуация требует от нас повышенного внимания. Поэтому прошу здесь, прежде всего, конечно же, проводить превентивные мероприятия. Но если происходит вопиющее случай нарушение установленных порядков, применять меры наказания по всей строгости закона. Коллеги, без этого мы с вами, к сожалению, порядок не наведем на территории Республики. Я бы попросил глав муниципальных организаций более активно работать непосредственно по профилактике пожаров. Ежедневно мы подводим итоги, собираем сведения по количеству проведенных инструктажей, про количество составленных административных протоколов. Только совместная работа может дать определенные результаты. В Чувашии продолжают работать программы по строительству жилья на селе. В основном они пользуются спросом у молодых семей. Для того, чтобы увеличить количество участников, нужны дополнительные меры государственной поддержки. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Строительство жилья в малых городах и на селе за последние 10 лет снизилось с 69 до 27%. Тем временем потребность в жилье есть, да и земли под строительство достаточно. Провели инвентаризацию и анализ. Выявлено 54 земельных участка общему объему площадью почти 26 гектар, на которых возможно разместить около 200 тысяч квадратных метров жилья. Основные тут в Ибресинском районе есть, в Цивильском районе, в Чебоксарском районе, в городах АлатР, Канаш и в меньшей мере Шумерле. В качестве одной из мер государственной поддержки обсудили возможность возмещения застройщику части затрат на строительство инженерной инфраструктуры при возведении жилых домов, в которых не менее половины квартир предназначены для льготных категорий граждан. Выработать направление дополнительной государственной поддержки, стимулирования жилищного строительства в муниципальных образованиях. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирного жилья на территории муниципальных образований. Это, конечно же, прежде всего речь идет в крупных населенных пунктах, как правило, в районных центрах и в поселках городского типа, в малых городах. Сельская ипотека, которая реализуется в регионе с 2020 года, позволяет брать кредиты по сниженной процентной ставке от 3 до 0,1% годовых. В 2020 году жителям Чуваши Россельхозбанком только выдано 778 кредитов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Сбербанком 34 на сумму 54,8 миллиона рублей. В состоянии на 13 мая Россельхозбанком выдано в этом году уже 168 кредитов на общую сумму 250 миллионов рублей. Сбербанком 169 кредитов на сумму 234 миллиона рублей. Руководитель региона поручил проверить обоснованность стоимости жилья для детей-сирот и многодетных семей на территории сельских районов и подготовить предложение по ее корректировке, в том числе с учетом затрат на выполнение социальной отделки в помещениях. Кроме того, необходимо проанализировать обеспеченность жильем всех семей с пятью и более детьми и определить особо нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксары вошли в туристический проект «Яркие выходные в Приволжье». В его рамках можно посмотреть интересные экскурсии в 10 городах России. Один из организаторов проекта – общество с ограниченной ответственностью РЖД Тур. В Доме правительства Чувашии состоялось подписание соглашения по развитию железнодорожного туризма. Поезда, вместимостью от 108 до 360 человек, могут уже в июне привезти в Чебоксары гостей из разных уголков России. Для них в республике сформированы туристические программы с участием музеев, предприятий общепита, транспортного сообщения экскурсоводов. Железная дорога как река, которая должна привезти к нам туристов, и не только туристов-однодневок, экскурсантов, но и туристов, которые будут оставаться в регионе, в республике. Поэтому помимо Чебоксар мы предлагаем еще один центр «Канаж», который является важным транспортным узлом. Кроме Чебоксара в проекте участвуют Москва, Самара, Саранск, Казань и другие. На сегодняшний день в этом проекте уже участвуют больше девяти регионов. Чуваши – это будет десятый регион. То есть такой юбилейный, я бы сказал. Надеюсь, что это будет не просто цифра 10, это будет цифра успеха. Действительно регион очень интересный. Ульяна Питакова, Николай Скворцов, Республика. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, предоставления льгот и субсидий, жалобы на работу микрофинансовых организаций. Прокуратура ответила на все вопросы, которые в марте поступили на горячую линию национального телевидения Чувашии. Часть из них прозвучала в прямом эфире с прокурором Андреем Фоминым. Остальные проработали сотрудники ведомства. По всем обращениям люди получили ответы и разъяснения. На деятельность микрофинансовых организаций и кооперативов по предоставлению кредитных средств пожаловались несколько человек. В первую очередь, конечно, касается тех обращений, когда обращались лица пожилого возраста. Так, в ходе подготовки к прямой линии обратилось несколько пожилых граждан, которые внесли свои денежные средства в потребительский кооператив «Юлдаш», и которые, к сожалению, в последующем не смогли вернуть деньги эти обратно, когда они захотели это сделать. В этой связи прокуратура в интересах данных граждан обратила в суд с исковым заявлением, в котором поставила требование о возврате данных средств, принудительных данных кооперативов, и в настоящий момент данные исковые заявления находятся на рассмотрении судов. Мы думаем, что данные о них и эти заявления в последующем удовлетворятся, поскольку такая практика рассмотрения данных дел уже имела место в Чувашии, и будем надеяться, что в ближайшем будущем данные граждане получат причитающиеся им денежные средства. Не просто них, а не просто эти средства, но и проценты, запользуемые чужими деньгами. Всего на горячую линию поступило более 40 вопросов. В результате организованы проверки по кустарному изготовлению спиртосодержащих веществ в районах республики. По работе нескольких микрокредитных организаций. Такие программы с участием прокурора Чувашии на национальном телевидении будут проходить и дальше. Задать интересующие вопросы люди могут, обратившись с электронным письмом на сайте ведомства или портале госуслуг, или придя на прием граждан. Долгожданное преображение. В Ядринской центральной районной больнице идет капитальный ремонт поликлиники. Работы ведутся в рамках национального проекта здравоохранения. Ремонт начался три года назад, но из-за недобросовестного подрядчика затянулся. Сейчас отремонтировано одно четырехэтажное крыло здания. Терапевты, стоматологи, педиатры, специалисты узкого профиля уже переехали в новые кабинеты. В таких условиях гораздо лучше работать, чем прежде. Сюда идут уже и пациенты с удовольствием. Заходить приятно, душа радуется. Ремонт проводится с учетом бережливых технологий. Понятное расположение кабинетов, разделение потоков здоровых и больных позволит сократить время пребывания в пациентах в больнице. Любой заходящий в учреждение здравоохранения уже сам по себе получает стресс. Этот стресс должен быть минимальный. Человек должен сразу попадать в комфортные условия. На первом этаже поликлиники можно будет пройти профмедосмотр. Детская консультация займет второй этаж. Администрация ЦРБ останется на третьем. Дневной стационар переедет на четвертый. Уже закуплена новая мебель. Будет установлено новое медицинское оборудование. Все работы планируют завершить к сентябрю этого года. Инесса Потапова, Игорь Ульянов, Республика. На совещании в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чуваши утвердили перечень дорог, задействованных при строительстве М12 для восстановления. После завершения строительства высокоскоростной трассы М12 177 километров дорог потребуют восстановления. Из них региональных 135, местных 42. Это участки автодорог регионального значения Сура, Чебоксары-Сурская, Аниши другие. Местного значения Чебоксары-Сурская, Красный Октябрь, Красный Атмал, Кожевинная, Гарт и другие. Восстановлению подлежит подъездная автодорога к заводу Биопраг, а также часть уличной дорожной сети города Канаш. На начальном этапе, в апреле месяце, генподрядчики провели диагностику этих дорог, определили, в каком состоянии эти дороги находятся. И то есть в 2024 году, когда закончится строительство, эти же генподрядчики должны восстановить дорогу до такого состояния, в котором они ее взяли. Где эта дорога будет проходить рядом с населенным пунктом, там предусмотрены шумозащитные краны. Что касается перехода животных, через данную дорогу тоже предусматриваются экодуки или зверопроходы. 33 километра водопроводных сетей обеспечат питьевой водой около 4 тысяч жителей 9 населенных пунктов. Они расположены в Красно-Читайском, Мариинско-Пасадском, Чебоксарском, Шумерлинском и Янтиковском районах. Ранее люди пользовались водой из нецентрализованных систем. Жители этих населенных пунктов финансово приняли участие в разработке проекта строительства систем водоснабжения. Общая стоимость работ более 173 миллионов рублей. Предложение о включении строительства объектов водоснабжения в республиканскую программу направлено на рассмотрение Совета по инвестиционной политике Чувашии. После получения одобрения будут направлены необходимые средства из республиканского бюджета. В столичном музее Чувашской вышивки открылась необычная экспозиция «Поклонись дереву». На выставке представлены работы известной резчицы Веры Васильевой, которую она создала за 40 лет. На скамейке перед родным домом любимая бабушка с дедушкой. Тут же на коленях кошка Мурка. Милое сердце мотива и образы Веры Васильева воплощает через самый теплый материал. Из всех пород мастер предпочитает липу. Резные детали покоряют своим великолепием, отражая уникальные национальные традиции и историю. Идея резьбой заниматься, она вышла, наверное, случайно. Я училась в Эфимском педучилище, художественно-графическое отделение. И был у нас мастер старенький такой, бородатый. И увлек у нас резьбой по дереву. Кружок был, обычный кружок. Овладев методами и приемами обработки древесины, купила необходимые инструменты. И это стало началом большого роста. Она вплотную занялась преподаванием в кружках резьбы по дереву. Со временем увлечение передалось и сыновьям. Мы где-то начали уже лет 6-7, наверное, вот с такого, с первых классов, с детства. Мы помогали элементарно, мы еще не умели вырезать. Мы элементарно шкурили работы, пилили, строгали. А потом уже постепенно начали, когда ходить заниматься, мы уже самостоятельно вырезали панно, резные работы, рельефная, контурная резьба. Соответственно, и ездили, закупали материал. За 40 лет через ее руки прошли тысячи учеников и столько же работ. Резьбу по дереву делать не так уж легко и не так быстро. Она каждая работа любимая. Каждую работу вкладываешь в душу. Действительно, вот, прям с душой, как ребенок, рождается, так же вот рождается каждая работа. Теплые по колориту декоративные элементы интерьера на стены и панно куклы в национальных нарядах и домашняя утварь привлекают внимание, подчеркивая изысканность, тонкий вкус и талант автора. Такая красота, вот то, что по дереву, это ведь не нарисовано, это сделано руками. Это очень сложно. Я понимаю, что это сложно. И вот смотришь, восхищаешься очень красиво. В восторге. Я сегодня так впечатлена, что мне сегодня самому захотелось взять инструмент и сделать что-то такое. Фуру хочу сделать. Машин. Сегодня Вера Васильева активно участвует в международных всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях, где мастера находят друзей и вдохновение. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. Третий год Республика участвует в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в конкурсе лучших программ благоустройства территории малых городов. Уже есть успешный опыт в Ядрине, Канаше, Алатаре и Миринском посаде на очереди город Козловка. Там хотят благоустроить набережную и городской парк. Проект представили в рамках фестиваля на даче у Лобачевского. А какой город должен быть самым красивым? Молодцы. Мы сегодня с вами сделали громадный первый шаг. Вы большие молодцы, что сегодня пришли и заложили фундамент будущего парка. С живым, притягательным, шумным и веселым таким парк помнят немногие. А ведь когда-то здесь кипела жизнь. Уникальная история делает этот город на Волге привлекательным не только для жителей, но и для гостей. Возможно, его преображение станет отправной точкой для развития внутреннего туризма. И центральный парк – это только первый шаг. Любой город на воде имеет, обладая своим каким-то шармом уникальным. И Козловка, разумеется, тоже, будучи купеческим городком, таким масштабным, интересным, со своей историей, привлек в наше внимание. Город очень интересный. Сама территория. Мы подходим к проектированию комплекса. Мы рассматриваем весь город в исторической ее части как единое общественное пространство, целая система. Это будет некий городок в городе. Целый комплекс для семейного отдыха. Рассчитан он в большей степени на молодежь, но комфортно в нем должно быть и людям старшего поколения. Нам очень важно, чтобы наши жители района, горожане, гуляли в полностью обустроенном месте, где они могли полностью прийти сюда с семьями, с детьми, с бабушками, дедушками, с внуками, можно даже и с животными. Если завершим благоустройство нашего парка, соединим эту фестину, неплохая будет зона отдыха для наших горожан. На фестивале представили проекты и визуальные решения отдельных зон в перспективе места для отдыха и площадки для творческого развития детей. Светлана Кириллова живет в Козловке 18 лет. Она с удовольствием приняла участие в обсуждении. Интересно тут вам? Да. Лепим сердечко, девочка, полянка и тучки. Вот это дети делали сами вертушечки. Вот такие вот. Им очень понравилось. Очумелые ручки, как говорится. Дети молодцы, довольные. Вот на них даже можно посмотреть. Ну и в целом вообще надо на самом деле, как сказать, сделать красивый парк и больше детских площадок. Потому что дети, они хотят больше играть, больше веселиться. Им надо коньки роликовые, самокаты. Парк на завод имени Молбачевского, чье имя связано с Козловкой. Функционал центрального павильона внушителен. Поскольку он будет отапливаемым, работать сможет в любое время года. Там разместятся площадки для отдыха, кофейни, помещения для белопроката. Что еще пока обсуждается. По многочисленным просьбам, площадку для выгула и тренировки собак разместили в северной части парка. А чтобы горожане могли прогуливаться вечерами, проектом предусмотрено оборудовать территорию системой видеонаблюдения «Безопасный город». Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости Чувашии. К этому часу я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова